Всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре парфюм от бренда Fragnance World. Парфюм унисекс, называется он Escentric 06. Я думаю, что многие из вас догадаются сразу же, в каком направлении он выполнен. Очень много людей пробовали известную пятую молекулу, очень много являются ее поклонниками. Внутри очень узнаваемый дизайн флакона, ничего такого необычного, неординарного нет. Я думаю, многие видели на полках в Летуале что-то похожее. Давайте пробовать, посмотрим насколько они между собой все-таки идентичны. Полный это аналог или все-таки есть что-то интересненькое. Пятая молекула прикольная. Она была у моей подруги, я ее пробовала и в принципе да, она действительно здоровская, подходит большинству, такая очень интересная, приятная. Ну да, действительно они между собой очень похожи, но... Но этот парфюм, он как будто чуть-чуть более тяжелый. Ох ты! Ну что, здесь вначале явно есть цитрусовые, да, здесь есть какие-то специи, здесь много дерева, здесь вот эта знаменитая нота кашмирана, она прям слышится буквально с первого пшика. Да, я думаю, ну кстати он даже как будто немного дымит. Давайте посмотрим на пирамиду композиции, там же дальше будем разбираться, но истории правда между собой очень похожи. В начальных нотах здесь апельсин, бергамот и инжир. Апельсин, бергамот явно да. Инжир здесь скорее листья, а не сам плод, потому что нет сладости. И я вот чувствую, что здесь вначале правда как будто перчик добавлен. Перчик, дерево, кашмиран, вот все сразу же смешалось. В сердце здесь розмарин, можжевельник, лавр и кипарис. Ну да, здесь сердце явно у нас пробивается в верхние ноты. Готовьтесь к тому, что этот аромат он сразу такой характерный, сразу заявляет о себе древесными нотами и акцентами. И в шлейфе здесь собственно кашмиран, мастиковое дерево и ладан. Вот что и дымит оказывается. Ощущение, если честно, что здесь все вот эти вот ноты, которые в пирамиде композиции заиграли прям сразу же в одночасье и сразу в начале. Вот, никакого разделения пока не чувствую. Действительно, вы здесь услышите и цитрусовые акценты, и древесные акценты, и дымные акценты. Все вместе здорово. История правда унисекс, но девушки будьте аккуратней, потому что она достаточно тяжеловатая, да, и оценят ее не все. Если вы любительница каких-то нежных, воздушных, цветочно-фруктовых запахов, то нет, это абсолютно не ваша история. Если же вам нравятся такие глубокие, очень древесные, где-то, да, с акцентами кожи и дыма ароматы, то ваша история, да, однозначно. Мужчины, всем рекомендую попробовать. Запах очень сексуальный, очень яркий, очень харизматичный. Давайте оставим его часа на три. Я, в принципе, не думаю, что он как-то уже будет раскрываться по-другому. Мне кажется, что вот он будет очень монолитным в течение всего своего раскрытия. Я единственное, что хочу оценить его стойкость. Поэтому на три, может быть, даже четыре часа мы его ставим, и дальше уже будем смотреть. Ну что, друзья, история меня очень порадовала. Парфюм оказался стойким, да, четыре часа он выстоял идеально. Я думаю, что, в принципе, часов до семи дотянет. Он шлейфовый. Здесь потрясающее раскрытие нот ладана и кашмирана. Древесные вот эти аккорды, они всегда очень дорого, всегда очень ярко и благородно звучат. И парфюм, он, правда, обладает невероятно сильной, очень мощной энергетикой. И если мужчинам, я советую попробовать всем, то женщины выбирайте с осторожностью. Все-таки запах, правда, очень сильный, очень смелый, и не каждая рискнет, да, его на себя надеть. Мне такие ароматы нравятся. В принципе, ничего против древесных, таких громких запахов я не имею. Он все-таки очень необычный. История не классическая. Она яркая, она будет выделять вас в толпе, это 100%. В ней нет абсолютно никакой сладости, да. Свежесть здесь есть изначально, когда у нас только вот вступают вот эти цитрусовые ноты. Но со временем, да, они все-таки потухают, и история прям, ну, становится очень глубокой, тяжеловатой, древесно-дымной. Потрясающий просто запах. Очень благородный, он очень харизматичный, он сексуальный, яркий. И, в принципе, ну, попробовать его точно стоит, да. Если когда-нибудь захотите купить оригинал, конечно, советую начать именно вот с аналога. Все-таки он более бюджетный и даст вам представление, в принципе, о запахе, о том, можете ли вы с ним существовать, да, не будет ли он вас раздражать. От него километровый шлейф. Это тоже любят не все. Стойкость у него прям очень хорошая. Так что подытожу. Мужчинам пробовать всем, женщинам с осторожностью. Если пробовали, пишите обязательно отзывы. Особенно интересно почитать ваше мнение, если вы пробовали и пятую оригинальную молекулу, да, и вот эту вот историю от Fragments World. Обязательно пишите, не стесняйтесь. Я всегда читаю все ваши комментарии, они меня заряжают, вдохновляют и настраивают на такую творческую волну. И так далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok